здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрены лишь наиболее типичные машины для получения чистой фракции сыпучего сырья полуфабриката и готового продукта применяемые в кондитерском производстве поддержите канал и его автора отправив донат на карту по номеру которые вы видите на экране или подпишитесь на boosty.tu мы сможем выпускать еще больше образовательного контента очистительно сортирующие машины отделяют от сырья примеси и делят его по размерам так например перед подачей на переработку от бобов какао миндаля шпанского ядра и других необходимо отделить твердые примеси пыль волокна мешковины и листья приставшие к сырью и рассортировать по размерам так как продолжительность и температура обжарки крупных и мелких фракций различны такой сложный процесс можно осуществить только в специальной машине очистительно сортирующие машины являются первыми машинами которые обрабатывают сырье иногда их помещают прямо на складе сырья при таком размещении в производственный цех не выносится пыль и грязь мы уже на канале рассматривали оборудование мукомольного производства и рассматривали такие машины как камнеотделительная машина воздушные сепараторы рассевы для муки вы можете ознакомиться с этими видео на канале перейдя в плейлист машины и аппараты пищевых производств дробильно очистительно сортирующая машина предназначена для отделения оболочки и получения чистой крупки какао определенного размера машина дерет крупку на несколько фракций по размерам и от каждой фракции отделяет оболочку дробильно очистительно сортирующие машины установлены в шоколадных цехах после обжарочных аппаратов перед измельчающими машинами при получении готового порошка какао необходимо выделить мелкую фракцию после измельчения жмыха в порошок обычно мелкую фракцию выделяют на воздушном сепараторе и подвергают контролю на воздушных классификаторах и рассевах классификация машин для получения чистой фракции продукта представлена на слайде пунктирными линиями выделены признаки буратов далее рассмотрим конструкцию и принцип действия воздушно-сетовых очистительно сортирующих машин воздушно-сетовая очистительно сортирующая машина представлена на слайде загрязненное сырье бобы какао ореховые ядра и другие попадают в воронку 1 из воронки элеваторные ковши 2 поднимают его наверх где оно попадает на щетку 5 поступление сырья регулируется заслонкой при помощи рукоятки 6 после щетки сырье и примеси падают в вертикальный аспирационный канал 3 в котором воздух движется вверх с такой скоростью что он уносит самые крупные фракции сырья вместе с легкими примесями тяжелые примеси камни металлические предметы падают вниз по аспирационному каналу в сборник 22 скорость воздуха в аспирационном канале регулируется дросселем 4 и шибером с рукояткой 10 за движением сырья в освещенном лампой дневного света аспирационном канале можно наблюдать через прозрачную вставку в боковой стенке в расширенном канале 7 скорость воздуха уменьшается и из воздушной струи выпадают все полноценные фракции песок и мелочь бобов а воздух с пылью щуплыми бобами и частицами имеющими большую парусность направляются в осадительную камеру 11 выпавшие фракции с канала 7 попадают на верхнюю ситовую раму в которой установлены два сита сита 8 с отверстиями 2 на 2 миллиметра отделяет песок он собирается в сборнике 18 сита 13 с отверстиями 6 на 6 миллиметров выделяет раздробившиеся при транспортировке бобы какао они поступают в сборник 17 сход с верхней ситовой рамы поступает на нижнюю ситовую раму в ней установлены также два сита сита 14 имеет отверстие 11 на 11 миллиметров оно предназначено для выделения нормальных бобов какао которые выходят по каналу 15 сита 9 с отверстиями 16 на 16 миллиметров отделяет крупные бобы какао они высыпаются из машины по каналу 19 сдвоенные бобы с последнего сита сыпаются в сборник 21 в осадительной камере отделяются две фракции щуплых бобов которые при помощи шлюзовых затворов выводятся в сборники 20 и 16 воздух после осадительной камеры проходит через циклон и очищается от пыли рукоятка 6 задвижки связано с рукояткой 10 шибера вентилятора 12 ситовые рамы поддерживаются четырьмя пружинными стойками привод ситовой рамы эксцентриковый под каждым ситом движется от кривошипа щетка очистительно сортирующая машина с одним и двумя отборочными транспортерами в общем сходны с описанной машиной сепараторы довольно схожи по принципу работы с описанной машиной при выборе технологической схемы сложной очистительно сортирующей машины рекомендуется такая последовательность операций очистка щеточная и воздушная очистка и сортировка на ситах магнитная сепарация на слайде показан вертикальный сепарирующий канал из канала 1 очищаемая смесь попадает на скатную поверхность 2 а с нее сепарирующий канал 3 снизу через щель 5 из цеха вентилятором засасывается воздух он поднимается вверх со скоростью vv можно сообщить воздуху такую скорость при которой его давление на самый крупный боб какао 4 равно весу боба эта скорость называется скоростью витания если самый крупный боб 4 весом g в вертикальном канале взвешен то есть неподвижен то воздух омывает его с относительной скоростью vv и оказывает снизу давление рассчитываемое по формуле на слайде скорость витания vv рассчитывается как подкоренное выражение и выражается в метрах в секунду если боб рассматривать как шар эквивалентного диаметра д малая с плотностью ро то выражению vv можно придать вид представленный на слайде скорость воздуха vv может оказаться скоростью витания и для мелкой примеси с эквивалентным диаметром частицы д малая 1 если имеет место равенство представленное на слайде вот почему в сепарирующем канале вместе с крупными бобами вверх движется песок частицы попадая в вертикальный канал имеют начальную скорость v нулевое она приобретается скольжением бобов на скатной поверхности и поэтому определяется углом наклона альфа и длиной s формула для v нулевого представлена на экране угол наклона альфа следует брать несколько больше угла трения боба а материал поверхности ширину h сепарирующего канала следует брать возможным меньшей уширение канала увеличивает количество воздуха и повышает удельный расход энергии ширина канала должна быть такой чтобы частицы не долетали до стенки так как у стенки воздух имеет меньшую скорость одним из рабочих органов машины является сито его схема представлена на слайде при разделении продукта на сити необходимо чтобы частица нашла отверстие через которой она может пройти поэтому очень важно чтобы смесь бобов какао перемещалась относительно сито относительную скорость можно создать почти любую однако большая скорость движения продукта затрудняет проход частицы через отверстие на практике размер отверстия берут на 20-30 процентов больше размера частицы которая должна проходить через него так например если на первом сити желателен проход бобов какао размером 9 миллиметров то размер отверстия следует брать 11 миллиметров предельная скорость движения боба по ситу рассчитывается по формуле на слайде сито устанавливается с наклоном от 0,11 пи до 0,61 пи радиан рабочее число колебания сито подбирают так чтобы продукт не только опережал сито но и отставал от него принимая боб за материальную точку можно написать условие начала отставания боба от сито при максимальном ускорении то есть при фи равном нулю так как показано на слайде после преобразования и замены f на тангенс ро получим выражение а омега к в квадрате r деленное на г оно представлено на слайде решение этого равенства относительно омега к дает выражение представленное на слайде при угловой скорости омега к боб еще не будет отставать от сито так как скорость боба и сито в момент наступления равновесия сил равна нулю вследствие того что угол фи равен нулю или 2 пи радиан чтобы получить движение продукта принимают омега r по формуле представленной на слайде можно перед корнем брать и больший коэффициент но только необходимо чтобы относительная скорость не превышала величины определяемой равенством представленным на экране и отсутствовало подбрасывание продукта продукт не подбрасывается при соблюдении неравенства омега r меньшее подкоренного выражения при большей угловой скорости бобы подпрыгивают на сити и часть их ломается в крупку эксцентриситет принципиально можно брать любой но практикой для него установлена величина близкой к 5 миллиметров после установления рабочей угловой скорости строят график относительной скорости движения бобов за одно колебание и по нему определяет максимально относительную скорость так как это проделано в расчете вибрационных транспортеров расчеты вибрационных транспортеров вынесены нами в отдельную лекцию если максимальная относительная скорость найденная по графику превышает величину определенную по формуле на слайде то уменьшают рабочую угловую скорость если вычисленная по формуле скорость больше максимальной относительной скорости взятой из графика то скорость увеличивают ширина сита определяется по формуле на слайде в эту формулу входит средняя скорость движения бобов какао по ситу ВС. При ее вычислении, по формуле представленной на слайде, следует брать разность смещения бобов вниз и вверх за одно рабочее колебание сита. Техническая характеристика воздушно-ситовых очистительно сортирующих машин представлена в таблице на слайде. Дробильно сортировочные машины предназначены для дробления обжаренных бобов какао в крупку какао и отделения от нее раздробленной какао вэллы. Ковшовым элеватором 1 обжаренные охлажденные бобы подаются в загрузочную часть 4, имеющие два дробильных волка 3. В течке элеватора установлены магнитоуловители 2 для улавливания ферропримесей. Раздробленные ядра бобов и какао вэлла ссыпаются на поверхность наклонного сита 6, совершающего колебания в горизонтальной плоскости от эксцентрика 5. На раме установлено последовательно 7 сит. Первое пробивное сито имеет отверстие размером 1 на 1 миллиметр, затем установлено 6 плетеных сит с размерами ячеек 2,5 на 2,5, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6 и 8 на 8 миллиметров. Частицы с размером более 8 миллиметров сходят с поверхности сита и шнеком 12 возвращаются в загрузочную часть элеватора. Под каждым ситом имеется наклонный поддон, который направляет прошедшие через отверстия этого сита крупку и какао вэллу в соответствующий вертикальный канал 8. В нем имеется ряд наклонных полок, по которым крупка ссыпается на выводной лоток 16. На машине установлен вентилятор 7, засасывающий воздух из цеха через отверстие в решетке 10. Поток воздуха подхватывает в канале 8 частицы какао вэллы, а также случайные мелкие частицы ядра и уносит их в камеру 15. Камера имеет большой объем, скорость воздуха здесь резко снижается. Частицы ядра падают вниз и через вращающийся затвор 11 попадают в отводящий шнек 12. Частицы какао вэллы уносятся потоком воздуха в камеру 13. Скорость воздуха здесь опять снижается и частицы падают вниз. Вращающийся турникетный затвор 14 выводит их из машины. Воздух из камеры 13 поднимается по каналу к вентилятору 7, который выводит его из машины. Для улавливания мельчайших частиц крупки и какао вэллы устанавливаются ловушки или рукавные фильтры. Степень очистки крупки от частиц какао вэллы зависит от количества воздуха, проходящего через канал 8. Регулирование количества воздуха осуществляется поворотом заслонок жалюзийной решетки 10. Если в крупке имеются частицы какао вэллы, то щель увеличивают. Частицы крупки больших размеров очищаются лучше и поэтому идут на изготовление шоколада высших сортов. Наиболее мелкая крупка содержит примеси какао вэллы и используется для рецептурных смеси низших сортов шоколада или начинок. Существуют аналогичные машины с дисковым дробящим устройством и с колебанием сит в вертикальной плоскости. Ростки какао бобов имеют размер около 4 миллиметров и попадают в крупку номер 4. Поэтому в нижней части дробильно-сортировочных машин обычно устанавливается цилиндрический триер, через который пропускается четвертая фракция крупки. Конструкции, принцип действия триеров были рассмотрены в отдельной видео лекции, с которой вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Движение частицы вниз по поверхности наклонного сита возможно, если силой ее инерции будет больше силы трения. Из этих условий выведена формула для определения частоты вращения эксцентрика, которая представлена на слайде. При большой частоте вращения эксцентрика может возникнуть подбрасывание бобов, могущее вызвать их раскалывание. Поэтому рабочую частоту вращения эксцентрика ограничивают величиной, рассчитываемую по формуле на слайде. Обычно частота вращения эксцентрика составляет от 400 до 500 оборотов в минуту. Техническая характеристика дробильно-сортировочных машин представлена в таблице на слайде. Далее рассмотрена наиболее распространенная машина с рифлеными валиками и продольным колебанием сита. Принципиальная схема дробильно-сортирующей очистительной машины представлена на слайде. Обжаренные и остуженные бобы какао загружают в воронку 1, элеватор 4 подает их наверх. В наклонной течке элеватора бобы какао проходят над магнитом 5, который задерживает случайно попавшие в продукт стальные и чугунные частицы и предметы. Затем бобы попадают на шелушитель 6. Он разрывает оболочку и при этом раздавливает ядро в крупу. Смесь оболочки и крупки поступает на наклонное сито 7, совершающее продольные колебания. Сито состоит из нескольких участков с постепенно увеличивающимися отверстиями. Следовательно, оно сортирует смесь от мелкого размера к большему. Количество участков зависит от желаемого числа фракций крупки. Чаще всего сета имеют 7 участков с следующими размерами отверстий в миллиметрах. 0,75, 1,5, 3, 5, 6, 7 и 8. Сетовая рама подвешена на 4 тягах 11. Эксцентрик 3 при помощи шатуна 9 приводит ее в колебательное движение. На сите крупка с оболочкой делится на несколько фракций. Каждая фракция поступает в аспирационную колонку и пересыпается с выше расположенной наклонной полки 21 на ниже расположенную, пока не достигнет отводящего лотка 17. Продукт в полете продувается воздухом, который движется в направлении сплошных стрелок. Скорость воздуха в каждой аспирационной колонке подбирается такой, чтобы отвеивалась только оболочка от фракции. Нужную скорость воздуха устанавливают, поднимая или опуская заслонку 20 при помощи рукоятки 2. Лоток, отводящий крупку, имеет затвор 18, который обеспечивает герметичность аспирационной системы. Из аспирационной колонки воздух с оболочкой и небольшими крупинками ядра поступает в канал 19. Здесь скорость воздуха уменьшается вследствие увеличения сечения. Захваченные частицы мелкой крупки оседают на дно. Из этого канала они выходят через затвор 16 на шнек 15, который выводит их из машины. Оболочка оседает на дно камеры 22, так как здесь скорость воздуха значительно уменьшается из-за большого сечения камеры. Козырек 13 улучшает очистку воздуха от оболочки, заставляя взвешенные частицы уйти вниз под действием центробежной силы, которая появляется при огибании заслонки. Воздух, почти освобожденный от взвешенных частиц поступает вентилятор 10, который направляет его через циклон во двор фабрики. Оболочка из камеры выходит через затвор 14. Затвор 14 устраняет подсос воздуха в камеру 22 и не препятствует выходу скопившейся оболочки. Сход сита по каналу 12 поступает вновь в воронку 1. Обычно самая мелкая фракция крупки содержит большее количество оболочки, а соответствующая оболочка имеет значительную примесь к рубке. По этой причине в некоторых машинах не предусматривается аспирационная колонка для самой мелкой фракции. Эта фракция собирается с шелухой. Ее выход в хорошо отрегулированной машине не превышает полупроцента. Эту фракцию используют как добавку в низко сорты шоколад и начинку. Рассматриваемая машина имеет волковый шелушитель. Схема его представлена на экране. Он состоит из двух волков 23 и 24 с кольцевыми пазами. Волки имеют одинаковый диаметр. Между собой они соединены шестернями 25 с одинаковым числом зубьев. Один волок можно приближать к другому при помощи винтов 26. Обычно между волками имеется зазор не менее 5 миллиметров. Другие машины имеют дисковый шелушитель. Схема такого шелушителя показана на слайде. Бобы какао поступают в канал 7. Оттуда через отверстие в неподвижном диске 1 они подаются штеком 6 в зазор между дисками. Этот зазор устанавливают механизмом 5. При этом он равен не менее 5 миллиметров. Вращающийся диск 2 закреплен на приводном валу 3. Шелуха и крупка бобов какао отводятся по каналу 4. Примерное процентное содержание фракций, нужное при расчете сит представлено в таблице на слайде. Ситовая часть дробильно сортирующей очистительной машины рассчитывается так же как и у воздушно-ситовых очистительно сортирующих машин. Любая очистительно сортирующая машина эффективно работает только при выполнении требований по отношении периодических осмотров, ухода во время и по окончании работы, соблюдении режима смазки, при проведении планово-предупредительного ремонта и соблюдении правил техники безопасности. Перед пуском следует тщательно проверить все крепежные детали, особенно крепежные болты корпусов подшипников. Гайки нужно надежно запирать. При сборке машины следует особо обращать внимание на параллельность валов вентилятора, эксцентрикового вала и вала нории. В процессе эксплуатации необходимо следить за герметичностью аспирационной части. Нельзя применять для смазки слишком жидкие масла. Продукт бобы какао должен равномерно поступать в щеточный механизм и на сито. При скоплении продукта у одной из боковых стенок сито нужно выправить перекос сито или ситового кузова. Особенно важно следить за хорошей очисткой сит, что достигается одинаковым прилеганием щеток к ситу и их равномерным движением. Ситовой корпус следует тщательно уравновесить. Это достигается подбором веса и местоположения уравновешивающих грузов. В процессе работы необходимо наблюдать за ременными передачами, не допуская ослабления ремней, так как ослабление ведет к снижению числа колебаний, а следовательно к уменьшению производительности и ухудшению очистки. Очистительно сортирующая машина устанавливается по отношению к другим машинам и стенам здания, так чтобы из нее можно было вынуть ситовую раму. Рабочие органы шелушителя не следует излишне сближать. Необходимо периодически наблюдать за крупкой во фракциях и в случае обнаружения в ней шелухи постепенно поворачивать рукоятку 2 до тех пор, пока в данной аспирационной колонии с фракцией не исчезнет оболочка. При наличии крупки в шелухе следует немедленно отрегулировать рукояткой 2 скорость воздуха так, чтобы крупка не уносилась воздухом. Необходимо также контролировать очистку сит от застрявшей крупки. Для этой цели служат окна 8. В случае значительной вибрации следует отрегулировать балансиры на эксцентриковом валу. Техническая характеристика дробильно сортирующая очистительных машин представлена в таблице на слайде. На слайде показана схема установки воздушный сепаратор и рассев для порошка какао и расчетные формулы. Установка состоящая из двух отдельных машин, которые обычно работают вместе, будучи соединены матерчатым рукавом 9. Каждая машина имеет самостоятельный привод. Вверху изображен воздушный сепаратор. Он представляет собой закрытый металлический резервуар 1. Внутри него помещен резервуар 2, открытый сверху и снабженный отверстиями 6. В верхней части внутреннего резервуара находится быстро вращающийся гладкий диск 4 с вентиляторными лопастями 3. Порошок какао поступает в воронку 5. Из нее он высыпается на диск 4, который отбрасывает его к стенке внутреннего резервуара 2. Летящий к стенке порошок продувается воздухом. Он увлекает за собой мелкие частицы порошка, проходит с ними через лопасти вентилятора в пространство 7 между резервуарами. Здесь, благодаря увеличению сечения, скорость воздуха падает и увлеченные им частицы опускаются вниз. Воздух, освободившись от частиц порошка какао, проходит через отверстие 6 во внутренний резервуар, то есть в полость 8, а затем снова в вентилятор. Это воздушный сепаратор с замкнутым циклом воздуха. Круптые частицы порошка, сброшенные с диска 4, не уносятся воздухом, а достигают стенки резервуара 2 и падают вниз. Они выводятся через патрубок 10 и подаются на молотковую мельницу для повторного измельчения. Мелкие частицы направляются по рукаву 9 для контроля на рассев, установленный под воздушным сепаратором. Круглый деревянный корпус 13 рассева подвешен на трех тягах 11. Кривошип 22 сообщает корпусу круговое поступательное движение. Мелкий порошок сыплется из отверстия 12 на распределительный конус 14. С него он поступает к ситу 15, который имеет в центре отверстие. В результате подпора продукта порошок от периферии перемещается к центру. Его часть проходит через сито и по дну кузова ссыпается в канал 17. Щетки 16 очищают сито от застрявшего порошка. Порошок, прошедший через центральное отверстие, падает в конус 25. Он распределяет его по ситу 18, которая имеет такие же отверстия, как и сито 15. Прошедший через него порошок собирается в канал 17. Сход ссыпается по наружной кромке сито 18 на сито 19 и пройдя через него собирается в канале 17. Из него по рукаву 20 мелкие частицы направляются в сборник. Крупные частицы сходят с сито 19 в отверстие 24 и выводятся через рукав 23. Для уравновешивания сил инерции корпуса кривошип 22 имеет противовес 21. Любая точка сита описывает окружность, радиус которой равен длине кривошипа 22. Частица порошка какао, описывая окружность, должна смещаться для просеивания по ситу под действием центробежной силы. Г большое, деленное на Г. Омега К в квадрате Р равное Г большое Ф. Отсюда находим омега К. При угловой скорости больше омега К начинается просеивание, а при меньшее или равное омега К оно отсутствует. Порошок какао, выпускаемый для питья, просеивается через сито с 1600 ячейками на 1 квадратный сантиметр. Производственный порошок какао, являющийся составной частью кондитерских изделий, печенье, конфеты и т.д. просеивается через сито с 500 ячейками на 1 квадратный сантиметр. Техническая характеристика воздушного сепаратора и рассева для порошка какао представлена в таблице на слайде. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления и вы будете незамедлительно получать уведомления о новых видео на канале. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.